всем привет друзья с вами варчик это очень важное видео в нем я буду рассказывать невероятно важную вещь именно про то как в бою не потеряться быть в нем активным участником очень полезным и это поможет вам во-первых иметь высокий результат всегда и высокий процент побед потому что чем активнее и полезнее вы участвуете в бою тем выше будет все процент побед в н-8 статистики средний урон и так далее и это так сказать самый главный гайдик в игре в world of tanks поэтому большая просьба досмотреть это видео до конца для того чтобы средняя продолжительность просмотра это видео была высокая и это поможет продвигать это видео на ю тубе лайк комментарий тоже поможет итак начнем что же это самое главное в игре world of tanks можете забыть про остальные гайды и советы про эту игру на время потому что это все дополнение основное костяк основной костяк это мини карта справа в углу она должна быть нормального размера чтобы вы весь бой ее видели сейчас пока я еду на гору у меня уже есть информация что внизу есть 110 объект 257 значит самого главного тяжа на горе уже не будет он внизу тяж 9 левела уже находится внизу также еще есть с ташка внизу 7 уровня л ташка еще две арты значит против меня уже особо жестких танков не будет в плане там брони у нас здесь еще есть двустволка 8 уровня 7 уровня тяж с ташка 9 уровня 1 и 2 и обе с ташки не играют от башни шкода не имеет в нас никакой бронированной башни а вот центурион имеет и это дает нам возможность уже здесь более-менее спокойно и наносить урон играть агрессивно то есть мы уже на горы едем более-менее уверенно также с нами еще есть куча союзников и мы являемся топовым тяжиком в нашей команде поэтому мы должны продавить это направление это все мы поняли по мини карте пока ехали на гору что мы здесь едем довольно таки уверенно также помимо того что мы являемся в команде топовым тяжом и мы должны здесь за решать на этом фланге сто процентов мы еще и и играем в стоке у меня стоковая пушка и стоковая башня вроде бы не башня у меня топовая стоковая башня там гроб квадратная здесь немного закругленная башня топовая пушка не топовая пробитие у меня здесь поменьше чем на топ пушки эльфа поменьше 300 я вижу что с левой стороны skoda t50 отделилась от своих союзников также она еще немножко загрела супер халкета который на нее едет это значит что она сейчас будет раздавать барабан также я помню что в игре есть в бою 2 арты скорее всего арта поедет на железку либо будет стоять здесь в углу на 0 skoda раздает барабан и значит что ее уже нужно ехать наказывать не отпускать и даю первый выстрел в каток второй выстрел в каток и в принципе у него же 300 хп тут союзники подключились и skoda уже поиграла то есть так вот быстро мы увидели что skoda отделилась значит тут же ее нужно наказывать при том что она загрелась на нашего союзника то есть мы будем еще и безопасно это делать здесь еще есть центурион 71 бодро нагло в него вкатываемся потому что мы топовый тяж и должны его наказывать он здесь один здесь много наших союзников и мы должны как бы быть инициатором того что мы вкатываемся жду чтобы вторая пулька зарядилась и раздаю ему в нлд после этого я видел что сюда стреляла вражеская арта я не еду наверх вперед я начинаю ехать назад потому что по мини карте я вижу что у моих чуваков справа небольшие проблемы а снизу слева стреляют плюс арта стреляет поэтому сейчас после того как я буду пытаться убить центуриона 71 я развернусь поеду назад потому что мне стрельнула арта не стрельнули снизу еще чилики я понимаю что слева неудобно выезжать и опасно отъехав назад я заеду в сейв а от арты и мне не будут снизу стрелять при этом я помогу своим союзникам которые здесь то есть я все равно буду воевать против этих двух чуваков на горе против двух стволки восьмого уровня и против к в 5 но я не буду постоянно в обстреле челиков снизу и в обстреле арты то есть эти два союзника на к в 3 из 2 не поехали назад и они там будут час получать очень жестко но будут играть против тех же чуваков против кого играю и я только я буду более менее получать только от тех кто передо мной они получать еще и со всей карты довольно таки неаккуратно забираю восьмую двухстволку и еду вперед опять же да неаккуратно но я пытался там что-то ромбовать не ромбовать но на этом танке во первых неудобно во вторых нужно спешить счет 38 я на топовом тяжи не некогда ждать вот последнее время там реплеи некоторые зрители скидывают и они очень часто ждут счет уже катастрофические они что-то ждут 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 нечего ждать даст тяжело до опасно но что происходит дальше топовый тяж вражеские куча танков вместо того чтобы вместе брать базу и довести бой до победы они едут добивать мелкие танчики здесь катается очень много танков которые наверх будут долго подниматься у меня есть время для того чтобы бороться на к в 5 он довольно таки опасные на этот кого 5 против низких левелов почему почему так потому что у него высокий дпм низкое пробитие то есть он стреляет часто но не сильно пробивает при этом у него какая-никакая броня против низких левелов есть а у меня здесь много всяких пупсиков с плохими пушками поэтому кого 5 довольно таки проблематичны для моих союзников поэтому я стреляю в него в первую очередь они высо или во рту арта может быть вообще здесь ничего не сделает и после того как я отстрелялся в к в 5 сделал его с двух выстрелов залпа шот нам я не стою жопой к остальным врагам то есть сейчас я пытаюсь танкануть самый жирный выстрел который мне может прилететь это от исана 390 поэтому я выставляю к нему ромбик и пытаясь его танкануть а потом буду прятаться за трупик от к в 5 то есть я работаю с мини-картой я всегда вижу здесь чувака я здесь чувака вижу и самая большая проблема танкистов во время боя они не могут держать в голове информацию сразу о нескольких местах что у меня сейчас происходит в голове у меня очень много там всяких вещей обдумывается одновременно первое счет катастрофически нужно спешить второе здесь нету жестких врагов нужно играть агрессивно третье после того как я здесь разберусь с врагами нужно будет поехать в другую сторону потому что там поднимаются танки но они не светятся поэтому непонятно они едут сюда или на гору также еще куча танков поехали добивать моих союзников в углу вместо того чтобы брать базу поэтому у меня есть время то есть там куча всего происходит также еще было бы неплохо спрятаться от арты в данный момент я делаю к в 5 шотным становлюсь под него спиной до к в 5 дпм ный танк но я спрячусь за трупик а и сам не нужно сейчас танкануть потому что он если я буду с ним к нему стоять боком или жопой он не даст 400 а 400 мне это сильно жирно потому что у меня 800 хп вот его танкую бортом прячусь за трупик прячусь за трупик от к в 5 от его дпм а не успел спрятаться ничего страшного и добивая его потому что я уже зарядился продолжаю здесь добивать кто тут есть здесь остается один из еду за ним потому что оставлять с какой-либо стороны врага не очень до спешу дал мне может сейчас дать тычку но опять выставляю ромбик дабы добивая его залпа потому что спешу и здесь еду вперед но это как бы так по инерции было сделано тут же смотрю на мини карту что на ней происходит вижу что танки которые были сзади они все-таки поднимаются они уже начинают светиться поэтому разворачиваюсь еду в их сторону также на захвате кто-то был но съехал поэтому скорее всего эти челики тоже едут нас добивать поскольку они не все поехали на захват два человека на захвате есть минута времени поэтому я разворачиваюсь и еду в эту сторону убивать врагу потому что мои союзники по-любому поедут вперед и кто-то из них доедет по пустому флангу сбить базу здесь неожиданно появляется шпрот я не ожидал его здесь хотел выезжать налево играть против других врагов но даю ему тычку одну вторую добиваю потерял то хп которая у меня была и теперь начинаю от башни играть с остальными врагами и потихоньку их разбирать причем сейчас это все происходит довольно таки опасно поскольку сейчас я нахожусь под артой и мне нужно опять же спешить и не отсветившись добиваю и еду просто прямо потому что спешу времени остается совсем мало и все это время я спешил 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 потому что во первых у меня есть возможность во вторых это нужно делать поскольку именно в таких боях можно показать действительно что ты достоин высокого процента побед и высоких показателей среднего урона в н8 и так далее поскольку именно в сложных ситуациях если ты решаешь то это как такая вот лишняя победа которая и в итоге делает твою статистику очень высокая здесь я еду просто уже прямо на захват чтобы его сбивать но я уже не могу ехать дальше потому что справа 257 у меня 176 хп я пытаюсь что-то выглянуть но понимаю что это бессмысленно он мне сейчас стрельнет и поэтому я заезжаю сюда чтобы спрятаться от арты и попробовать что-нибудь там по выцеливать но возможности никакой нет до базу берут но если я умру тоже как бы базу я не собью и ничего не получится базу союзник сбивает здесь показывается враг и я замечательным образом даю залп в никуда лучше бы конечно стрельнул одной пулькой но попробовал дать залп не получилось двести пятьдесят седьмой объект поехал направо за удисом кататься надоело ему в меня смотреть поэтому я снова рискую и еду вперед пока двести пятьдесят седьмой куда-то там едет да он мог меня зацелить с другой дырки но он поехал кататься поэтому пока его нету я еду добивать танки которые на базе которые отделились то есть я все время еду убивать кого есть возможность я спешу до сих пор до сих пор спешу потому что у меня есть возможность убить этот танк враг дернулся в эту сторону я думал что он сейчас будет сюда выезжать у меня альфа 300 у него 300 с хвостиком хп поэтому хотел заранее зарядить двухстволочку но не получилось здесь пытаюсь бортиком как бы танкануть это у меня получается еще арта тут что-то звук мне кажется сбила неважно в общем я вот он канул заряжаю залп снова не очень одна пулька кажется в стену попала другая пробила здесь пытаюсь выехать слева но сейчас стрельнет арта и мне остается 13 хп враг ошибается и я его наконец-то таки убиваю здесь я еще думаю что двести пятьдесят седьмой давно не светился он мог ехать на меня арта кд поэтому можно попробовать его встретить но его здесь нету поэтому я не стою на месте арта снова кд поэтому я хочу на железке занять позицию на которой я смогу в перекрестном там со своим союзником как-то встречать двести пятьдесят седьмого вижу что двести пятьдесят седьмой все-таки поехал туда в сторону удиса они там что-то катаются я это сразу вижу на мини карте значит здесь мне никакой опасности нету здесь только где-то впереди арта поэтому пока двести пятьдесят седьмой там катается я пытаюсь доехать до арты чтобы ее убить то есть я опять-таки спешу 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 пока есть время то есть я вижу что двести пятьдесят седьмой где-то далеко значит это время у меня есть а вот здесь уже двести пятьдесят седьмой мог выезжать и где-то меня зацеливать но его здесь нету поэтому проезжаю вот сюда и здесь буду от поворота смотреть я немного выехал из-за поворота в тот момент когда 257 засветился и понимаю что скорее всего случайно сам засветился было бы неплохо если бы я здесь не светился но лампочка загорается и это довольно таки плохо потому что по мне есть информация про меня и арта может куда-то сюда стрельнуть я отсвечиваюсь поэтому выезжаю снова потому что 257 дернулся вперед здесь засвечивается арта думаю ну все сейчас дуплет наконец-то таки попадет не может же он всегда промахиваться но снова все мимо да и принципе не особо-то сводился я даю один выстрел попадаю даю еще один куслю без урона сбивают и здесь 257 зарашил моего союзника убивает его и у меня очень плохая ситуация я ехал убивать арту и тут мне резко нужно из моей позиции оказаться где-нибудь в безопасности чтобы встречать врага мне нужно либо разворачиваться ехать назад либо поджиматься вперед арту я не успел убить это плохо плюс еще я заряжаю бэбэшки я хотел арту убивать но уже начал заряжать бэбэшки и думаю ладно не стал заряжать голду снова смотрю на мини карту любые свои действия я в этом бою так сказать сверял с мини картой никуда без мини карты я не ехал чтобы куда-то въехать ворваться объехать поддавить я всегда смотрел на мини карту и все все что на ней происходит анализировал и давал себе либо согласие с каким-то своим действием на атаку либо наоборот отказывался потому что это было опасно то в тот момент когда можно было давить вперед вокруг горы я сказал себе нет это сильно опасно вернулся назад и с правой стороны более безопасно задавил в остальных же моментах чаще всего я соглашался что нужно атаковать потому что нужно спешить и бой в принципе уже дошел до того момента что плюс минус почти сравнялась все и все потому что я спешил и спешил не просто так а сверяясь мини картой весь бой я пытался как можно безопаснее и быстрее убивать врагов и сейчас я снова смотрю на мини карту и по ней видно что 257 может через две дырки между домами убить меня если я поеду под эту кучку поэтому я говорю себе так нет здесь проезжать нельзя потому что я умру потому что я сверился с мини картой она мне говорит нет дядя здесь ехать нельзя значит я еду направо и до 257 здесь выкатывается я заряжаю двустволку смешно что в реплее она дозарядилась да у меня заряжена 2 бэбэшки это ошибка потому что я учет пожадничал хотел арту бэбэшками добить но в итоге уже потом не стал перезаряжать голду чтобы успеть зарядить хоть что-нибудь и двести пятьдесят седьмой такой танк что у него очень хорошая броня в борту и при таком выстреле который сейчас будет происходить если двести пятьдесят седьмой будет стоять именно вот как есть я его скорее всего не пробью почему так потому что у 257 борт выполнен следующим образом он треугольный поэтому он бортом и танкует на нем не нужно делать ромбики выставлять там как-нибудь ромбовать потому что у него борт уже изначально сделан ромбиком у объекта 257 броня борта изначально сама уже ром будет у нее наклон уже хороший поэтому на ней ничего не нужно делать достаточно просто стоять боком и мне очень сильно в этом бою повезло потому что двести пятьдесят седьмой заехал на камень хотя он мог спокойно просто боком передо мной стать шансов что я его убью залпом практически не было он заезжает и наклоняет свой танк таким образом что я его убил в крышку двигателя это невероятное везение что две бэбэшки после того как я весь бой залпом стрелял никуда залетели ему именно вот сюда может быть одна в борт пробила другая в крышку двигателя но так или иначе чел на 257 ошибся но я по крайней мере сделал все что мог да я этот бой провел не идеально но те моменты которые можно было сверить с мини картой и сделать как можно лучше я попытался сделать и этого чаще всего достаточно для того чтобы победить и сделать хороший результат также арта ошибаются думаю что я на долгой перезарядки выезжает и я ее убиваю потому что у меня зарядка намного быстрее вы видели что у меня пушка была заряжена намного раньше чем я стрельнул я стрельнул очень поздно там было слышно звук того что я двустволку пытался заряжать дуплет в игру добавили двуствольную ветку танков 8 9 10 уровень и у них присутствует глюк такой что после того как выстрелили дуплетом иногда пушка не стреляет вообще вот сейчас у меня такой глюк был пушка не стреляла для того чтобы она начала стрелять нужно поклацать кнопку которая заряжает дуплет и после этого пушка начинает стрелять снова почему разработчики до сих пор не починили этот глюк я не знаю в этом бою вы увидели что все свои действия в бою я сверяюсь мини картой смотрю на нее много получаю много с нее информации это самое главное позиционирование себя в бою чтобы не заехать туда где опасно чтобы запретить себе заехать в плохое место нужно свериться с миникартой для этого нужно идеально знать геометрию всех позиций на миникарте откуда кто куда простреливается и куда нельзя подставляться откуда в тебя могут стрелять враги нужно думать не только про тех врагов которые перед тобой но и которые могут помогать этим врагам прикрывать их и все это можно посмотреть на миникарте перед каждым своим действием нужно спросить у миникарты посмотреть на нее и спросить можно мне это делать или нельзя и она будет вам подсказывать быстрее нужно играть или медленней если у вас преимущество на фланге вы топовый танк вам нужно играть агрессивней для этого нужно смотреть на миникарту где враги отделяются и стараться их наказывать если есть возможность и куда нельзя подставляться все это можно увидеть на миникарте это самое главное что нужно делать в world of tanks в каждом бою на любом классе технике подстраиваться под любую ситуацию и делать то на что способен ваш танк а уже все остальные гайды это просто дополнение к этому основному который делает вашу игру с вами был варчик играть красиво всем пока играть красиво всем пока